Добрый вечер! В эфире Вести Караджаева Черкесия. С вами Руслан Джукаев и сегодня в нашем выпуске. Более 20 тысяч школьников в республике в новом учебном году приступят к занятиям в оборудованных кабинетах. В Ногайском районе открылась точка роста. Помоги пойти учиться. В Караджаево Черкесии подвели итоги всероссийской акции. Всего в республике охватили около 400 семей. Сто лет исполнилось бы известному абазинскому поэту, песеннику, переводчику и журналисту Пасарби Цекову. В Национальной библиотеке прошел вечер памяти. Студенты вузов Караджаева Черкесии состязались в скалолазании. Соревнования посвятили десятилетию горно-спортивного клуба КЧГУ Архыз. Глава Караджаева Черкесии Рашид Тимрезов поздравил жителей и губернатора Ставропольского края Владимира Владимирова с 245-летием со дня образования. Братский для нас Ставропольский край – один из самых красивых и динамично развивающихся регионов в России. Во всех сферах – культура, промышленность, сельское хозяйство, экономика. Везде мы видим высокие результаты и яркие перспективы. Люди Ставропольского края – щедрые, трудолюбивые, гостеприимные. Между нашими регионами давно сложились добрые и светлые отношения. Нас связывали общие традиции, ценности, уважение к старшим и любовь к родине, семья и дети. От всей души поздравляю руководителя края Владимира Владимирова и жителей Ставропольского края с их праздниками. Желаю дальнейшего процветания краю и благополучия во всем. В Пятигорске в образовательном центре Машу глава Карачаева Черкесии Рашид Тимрезов и министр просвещения России Сергей Кравцов встретились с победителями конкурса «Лучший учитель родного языка и родной литературы». Карачаева Черкесию на конкурсе представила учитель родного языка и литературы 19-й гимназии города Черкеска Джамиля Узенова. Она стала победителем 10-го межрегионального конкурса учителей родных языков субъектов СКФО и Республики Южной Осетии «Мы разные, но мы все равны». Рашид Тимрезов поздравил всех победителей конкурса с высоким признанием их важного труда на государственном уровне. Каждый из них профессионал и яркая и интересная личность. Джамиля Узенова не только прекрасный педагог, но также мама троих детей и автор собственного блога «Популяризирующие родные языки и национальную культуру», отметил руководитель региона. В этом году в республике заработают 26 новых центров «Точка роста». Один из них открылся в Ногайском районе. Торжественная церемония прошла в средней школе аула «Адильхалк». Подробности у Али Баташева. Держите, это вам на память. Все, пойдемте, ура! Здорово! Молодцы! Как у вас тут красиво! Кабинет физики, оснащенный цифровой лабораторией и множеством полезных вещей. На каждом столе компьютер. Вместо школьной доски большой экран. Высокие технологии в действии. Школьники показали свои успехи и в роботостроении, показав действующие модели роботов. Три новых класса от «Точки роста» появилась в школе аула «Адильхалк». События отпраздновали праздничным концертом, подготовленным учащимися школы. Здесь для нас отходят классы новых технологий. Новый центр, как пример, он как иллюстрация того, как понимают все важности инноваций. О важности инноваций в наше время высказались и гости. Я хотел бы обратиться к нашим ребятам, которые здесь присутствуют. Сегодня настало то время, когда без высоких технологий, поверьте, дальнейшее развитие как нашего аула, нашей республики, нашей страны невозможно. Это совершенно другая школа. И сегодня мы вдохнули совершенно новый образ образования этой школы. Она будет наполнена новым содержанием, новой формой. Ваши педагоги прошли повышение квалификации. Вы получили много новых учебников в рамках реализации данной программы по капитальному ремонту. У вас появились вот такие вот обновленные учебные аудитории. Появился красивый актовый зал. Мы благодарим руководство нашей республики. Школа имени Уракчиева в ауле Адиль Халк приветливо встречает учеников после проведенного капитального ремонта, который длился на протяжении года. Ученикам приходилось ездить на занятия в соседнее учебное заведение. Теперь это время позади. В школе новые кабинеты точки роста, а значит новые возможности для получения знаний. Али Баташев, Фарида Седахметова, Мухаммед Ошибоков. Вести Крачево-Черкесия. Ногайский район. В Крачево-Черкесии подвели итоги всероссийской акции «Помоги пойти учиться». В этом году она была разделена на четыре этапа. На первом в школу собрали детей, прибывших из ДНР и ЛНР. Вторым этапом охватили учащихся, состоящих на профилактическом учете. Затем те, кто оказался в трудной жизненной ситуации, дети-инвалиды. На четвертом этапе акции проводился мониторинг, посвящение несовершеннолетними общеобразовательных учреждений. Всего охватили около 400 семей. В результате принятых мер трое несовершеннолетних включились в образовательный процесс. Шесть семей получили консультативную помощь. Так, благодаря акции «Помоги пойти учиться» в учебное учреждение в новой школьной форме и с красивыми ранцами отправились более 200 детей. Сейчас время прогноза погоды, а после мы продолжим выпуск. Не переключайтесь. В Карачаево-Черкесии кратковременный дождь и гроза, ночью и утром в отдельных районах туман. Ветер северный 6-11, температура ночью 10-15, в горах до плюс 10, а днем 18-23 градусов тепла и местами до плюс 17. В Черкесии кратковременный дождь, ветер северный 6-11 метров в секунду. Температура ночью 12-14, а днем 21-23 градусов тепла. Мировые стандарты лечения катаракты в Пятигорске. Глазная клиника «Факт». Ведущие хирурги из крупнейших городов России. Передовое оборудование и высокотехнологичные хрусталики из Америки и Европы. Избавьтесь от катаракты за один день. Глазная клиника «Факт». Пятигорск. Телефон 8 800 700 90 89. 8 800 700 90 89. Атовая база «Жасмин Текстиль» предлагает в широком ассортименте приданное для невест. Постельные принадлежности, полотенца и многое другое. Скидка 30% на все. Наличные и безналичные расчеты, а также кредит. Черкесск, улица Октябрьская, 321-Б. Телефон 8 938 030 30 50. Окна в рассрочку. Оконный комбинат. 8 938 333 900. В этом году исполнилось бы 100 лет известному абазинскому поэту, песеннику, прозаику, переводчику и журналисту Пасарби Цекову. В Государственной национальной библиотеке имени Халимат Байрамуковой прошел вечер памяти. Альбина Ламкова продолжит тему. Народы вливались в Россию, как многие реки, в одно раскрывает истинную суть. Вот этой не столько уже пейзажной, сколько гражданской лирики. Петр Чекалов рассказал гостям вечера памяти о том, как широкой публике в Москве в 1957 году было представлено стихотворение абазинского поэта, песенника, прозаика, переводчика и журналиста Пасарби Цекова. Мероприятие было посвящено 400-летию добровольного присоединения народов Кавказа к России. Оно было прочитано на сцене колонного зала Дома Союзов народной артисткой СССР Верой Пашиной. Итак, возвращаемся в колонный зал, где выступает Вера Пашина. Она, когда завершила чтение стихотворения, зал взорвался аплодисментами. Она крикнула в зал автора, автора сюда. И тут, представьте, из этого зала встает и идет к сцене заведующий начальной Тапантинской школы Пасарби Кучукович Цеков. Обнимает двумя руками, уже освободившимися от цветов, и говорит в микрофон. Люблю сильных поэтов Кавказа. Это был один из самых первых и сильных комплиментов в адрес Пасарби Цекова, отметил Петр Чекалов. Еще он напомнил о данной оценке его творчества абазинской поэтессой Мирой Тлябичевой. Пасарби Кучукович был первым из тех, кто поднимал и переворачивал целено абазинской прозы и поэзии. И в этих словах кроется его сущность. Действительно, Пасарби Цеков вошел в абазинскую литературу в первые годы его возникновения. Прошел дорогами войны и после ее завершения вернулся к творчеству. Параллельно работал педагогом в Адыихабльской районе Малоабазинской средней школы. А потом стал ее руководителем. Сейчас общеобразовательное учреждение достойно носит его имя. Что касается песенного творчества Пасарби Цекова, то на сегодняшний день восстановлено 29 песен. Ко многим из них он не только тексты написал, но и подобрал мелодию. Мало кому известно, что его песня, она так и называется, песня о Ленине, она была переведена на русский язык поэтом Юрием Соловьевым. Эта песня исполнялась московским государственным хором дирижер Юрий Фармаковский. Еще две песни Пасарби Кучукова «Дуне и счастье» на абазинском языке были изданы всесоюзной фирмой грамзаписи «Мелодия». А в связи с его юбилеем Петр Чекалов провел большую работу с творческим архивом Пасарби Цекова. Он систематизировал этот материал, и там я обнаружил подстрочники, которые он готовил еще при жизни. Не только подстрочники своих стихотворений, но и подстрочники двух своих романов. «Казма» и «Месть горного аула». Они до сих пор не переведены. Поэтому ценителям творчества Пасарби Цекова предоставляется еще больше возможностей через его произведения раскрыть его многогранную личность, отметили гости мероприятия. Альбина Ламкова, Мухаммед Ашибоков, Весик Карачаева, Черкесия. Быстрее и выше. В Карачаевске на Комсомольской горке прошло первенство. Качагу по скалолазованию на естественном рельефе среди студентов вузов Карачаева Черкесии. Сосезание посвящено десятилетию горно-спортивного клуба Карачаева-Черкесского госуниверситета «Архыз». На спортивном мероприятии побывал и Алихан Лепшоков. Испытать свои силы и увидеть необычную красоту с высоты птичьего полета. Студенты проходили 15-метровые трассы на скорость и сложность. Вот уже 10 лет горно-спортивный клуб «Архыз» функционирует на базе Качагу имени Умара Алиева. Специальные тренеры обучают молодых ребят навыкам альпинизма, проводят различные горные экспедиции, восхождения на вершины. По словам старшего тренера клуба Вячеслава Щепилова, подобные состязания развивают выносливость и позволяют подготовиться к более сложным высотам. Соревнования по скалолазанию на естественном рельефе – это не олимпийский вид. Но вообще скалолазание, оно и выросло, то, которое сейчас стало олимпийским, из соревнований на естественном рельефе. Эта скала, она оценивается по категории 6-я А категория. Ну, ориентировочно, да, это больше стандартов нет. Первыми состязались представительницы прекрасного пола. Нужно быстро подняться на высоту без штрафных очков. Студентка МОКСУ Ульзана Хасанова достигла вершины скалы за 8 минут. Умение преодолеть свой страх – залог победы, уверена молодая скалолазка. Было сложно, очень сильно устала. В первый раз по такой трудной трассе шла, обычно полегче было. Первое оказалось, что очень-очень удивило. Не думала, что сразу пойду лазить. Никогда не думала, что смогу залезть на такую сложную. Да, и не каждый после этого 10 раз сможет залезть на такую сложную трассу. Только сильные духом могут покорять вершины, уверены участники первенства. Сложность рельефа позволяет скалолазам в первую очередь не только напрягать свои мышцы, но и думать, как лучше преодолеть препятствия, чтобы покорить высоту. Вид спорта скалолазания, я считаю, один из наикрасивейших видов спорта. Недаром он с 17-го, по-моему, года включен в олимпийские виды спорта. Красота, сила и грация – вот что есть в этом спорте. В итоге первое место среди мужчин занял студентка Чагу Ислам Хубиев, а среди женщин студентка МОКСУ Ульзана Хасанова. В общекомандном зачете Кубок чемпионов достался студентам Карачаево-Черкесского госуниверситета. Алихалип Шоков, Расул Бердиев, Вести Карачаева-Черкесия, Карачаевск. Завтра в Кремлевском дворце состоится праздничный концерт, посвященный вековому юбилею Карачаева-Черкесии, Адыгеи и Кабардино-Балкарии. На главной сцене страны выступят яркие творческие коллективы Карачаева-Черкесии, государственный ансамбль «Танца Эльбрус», детский коллектив «Карча», ансамбль «Апсаты». Популярные исполнители – Марьяна Алботова, Ачар Миримкулов, Таулам Бачаев, Ярослав Щекланов, Станислав Джандаров, Казачий хор, Фатима Агирбова, Рамина Китаева, Ислам Итляшев и многие другие артисты. И, безусловно, колоритные концертные номера представят ведущие – Светлана Казиева и Артем Разин. Жители и гости Москвы, не пропустите яркое зрелище. Завтра в Кремле. Начало концерта в 19.00. Это все весы на сегодня. Прямо сейчас смотрите спортивный фильм «Чайки». Всего доброго. Субтитры создавал DimaTorzok